В этот день, 3 мая 1101 года, князь Владимир Мономах заложил в Смоленский Успенский собор. Он стал домом одной из главных православных святынь, иконы Смоленской Божией Матери. 3 мая 1957 года вышло постановление о преобразовании колхозов в совхозы. 3 мая 1995 года в России введена вопрощение денежная купюра номиналом в 100 тысяч рублей. В этот день, 3 мая родились преподобные Сергий Радонежский, основатель Троидзе Сергиевой Лавры, философ и публицист Юрий Самарин, Александр Бенуа, русский художник и критик. Мой интерес к художественным произведениям стал проявляться с очень ранних лет. Раз вокруг меня была стойка людей, начиная с моего отца. Однако среда средой, но, несомненно, во мне было заложено нечто, чего не было в других, в той же среде воспитывавшихся. Так в своих мемуарах вспоминал Александр Бенуа. А этими нечто были музыкальный слух, зрительная память и художественные наклонности, которые маленький Саша получил по наследству от своего отца-архитектора и деда Альберта Кавоса, зодчего Мариинского театра в Санкт-Петербурге и Большого театра в Москве. Помимо творческих способностей, Бенуа обладал измечительной работоспособностью. Всего за один день он мог исписать альбом рисунками, потрудиться в картинной мастерской и домчаться до театра для изготовления декораций. Впоследствии балеты «Жизель» и «Петрушка» составили цвет репертуара русских сезонов в Париже. При этом у Бенуа не было законченного художественного образования. Он искренне полагал, что лишь посредством самообразования и непрерывной работы можно чего-то достичь. Ну и, конечно, важны были те эмоции, которые подарило Бенуа знакомство с шедеврами мировой культуры. Например, вид загородных царских резиденций. От этих разнообразных петергофских впечатлений, вероятно, и произошел весьма дальнейший культ Петергофа царского села Версаль. Утверждал Бенуа, наглядно отображая свою любовь в многочисленных пейзажах, составивших цикл и Версальские серии. Имя Бенуа в Российской империи было широко известно. Он стал составителем азбуки в картинках, инициатором объединения художников и одноименного журнала «Мир искусства». Он зарекомендовал себя как искусствовед, критик. Именно Бенуа ввел термины «авангард» и «русский сезонизм». При этом к критике самого себя относился нейтрально, утверждая, что «какую бы чушь современные художественные барзаписцы не городили про меня, про мое эстетство, мои симпатии влекли и теперь влекут меня к простейшим и вернейшим изображениям действительности». Симпатии в отношении многократного деятеля искусства первое время испытывали и большевики. Бенуа не является другом новой власти, но как директор Эрмитажа оказывает огромные услуги стране и искусству. По профессиональным качествам художник ценен. Так писал нарком просвещения Анатолий Луначарский. В послереволюционные годы Бенуа был членом комитета по охране культуры, заведующим картинной галереей Эрмитажа. Помогал восстанавливать русский музей. «Это народное имущество, это наше добро, и нужно сделать все от нас зависящее, чтобы народ это осознал, и чтобы он вошел во владение тем, что ему принадлежит по праву». Бенуа пытался оставаться вне политики, политика сама рвала свою жизнь. Он начал бояться сказать лишнее в разговоре, боялся голодных нищих, которые толпами бродили по Петрограду, боялся разделить участь арестованных братьев. Бенуа начал говорить, что он очень замотался, очень устал. В 1926 году после отъезда Бенуа в парижскую командировку к нему приехал Луначарский. Он сам убедил художника временно побыть во Франции, пока падает интерес к искусству и отсутствуют финансирования и условия для его работы в Союзе. Луначарский обещал походатайствовать о персональной ставке для Бенуа. «Не будучи мигрантом по убеждениям, я влачу тусклое мигрантское существование. Мое здоровье мне не позволяет вернуться на милую родину, своему настоящему делу, а здесь, за что не возьмешься, во всем сразу распознаешь суетность и бессмысленность», с тоской писал Бенуа. Он все еще релеял надежду на возвращение, но после того, как в 1930 году узнал об увольнении из Эрмитажа, понял, что это невозможно. Забота о своем здоровье и благополучии семьи перевесили чашу Исух. По словам Бенуа, он стал невольным иммигрантом, и, как показала жизнь, навсегда. А вскоре на родине о нем постарались забыть.